Друзья, всем привет! Меня зовут Юля и вы на моем кулинарном канале Сладкий персик. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк этому рецепту, потому что у меня будет очень много вкусненького. Сегодня мы с вами будем готовить лазанью. Это будет лазанья с мясным фаршем, она очень вкусная. Я не скажу, что это блюдо получается сильно дешевым, это не так, но зато оно очень сытное и готовить его довольно просто. Нам понадобится лук, у меня вот такая огромная луковица, фарш, листы для лазанья, помидоры в собственном соку, можно кстати взять обычную помидорку, сливочное масло, сыр пармезан, специи, у меня здесь соль, перец, сухой чеснок и базилик, мука и молоко. Смотрите, специи, сыр, мука, молоко и сливочное масло нам понадобится позже, это для соуса. Сейчас нам нужен будет фарш, листы для лазанья тоже можно убрать, фарш, лук и помидорки. Сейчас мы с вами берем лук и мелко его режем. Теперь мы с вами разогреваем сковородку с оливковым маслом, можно обычной растительной, подсолнечной точнее использовать, и обжариваем лук. Лук у нас стал золотистым и теперь мы добавляем фарш. Разбиваем фарш лопаточкой и перемешиваем. И жарим примерно, наверное, минут 5. Теперь нам нужно посолить и поперчить наш фарш. Я использую черный молотый перец, но если вы любите паприку, можно еще сюда добавить ее тоже. Теперь мы добавляем в сковородку вот такие вот помидоры, у меня в собственном соку. Вы можете использовать обычные свежие помидоры, их нужно предварительно порезать на мелкие кусочки. Или можете вообще взять просто обычную томатную пасту. Мы с вами оставляем сковородку с фаршем на плите примерно на 10-15 минут. Можно готовить под крышкой, можно без, как вам больше нравится. И пока что мы натрем на терке сыр. В идеале лучше взять пармезан, но если его у вас нет, подойдет любой твердый сыр. Наш фарш приготовился. Посмотрите, какой он должен быть. Влага почти выкипела и он стал вот такой вот густой. Теперь мы выключаем его. Берем кастрюлю и будем готовить соус бешамель. Мы включили плиту на минимальный огонь и отправляем в кастрюлю сливочное масло. Масло у нас растопилось, теперь мы постепенно добавляем туда муку и перемешиваем венчиком. Нужно перемешивать именно венчиком, чтобы в соусе не было комочков. И потом мы с вами будем добавлять молоко. Мы добавили молоко. Теперь нам нужно варить этот соус примерно 5-7 минут до загустения и постоянно помешивать венчиком. Когда увидим, что соус начинает густеть, мы добавляем травы. У меня просто базилик, сухой чеснок, соль и перец. Так, теперь перемешиваем и варим еще пару минуток до нужной консистенции. Кстати, друзья, этот соус очень вкусный. Это классический соус бешамель и его можно использовать не только для лазаньи, например, им можно залить голубцы, приготовить к пасте или еще для каких-то блюд. Ну что, друзья, у нас все готово. У нас есть фарш вкуснейший, потому что муж его уже поел, я знаю. Соус бешамель, натертый сыр и листы лазанья. Теперь мы с вами берем форму для запекания. Важно взять ее большую, чтобы все уместилось. И начинаем слоями это все выкладывать. Мы с вами кладем соус, листы лазаньи. Листы лазаньи смазываем соусом, выкладываем в фарш и посыпаем сыром. И повторяем это до тех пор, пока ингредиенты не кончатся. Сверху у нас должны оказаться листы лазаньи, смазанные соусом. И потом мы это все дело посыпаем сыром. Ставим нашу лазанью в разогретую до 180 градусов духовку и готовим примерно 20 минут. Я буду готовить ее на нижнем уровне, чтобы мой сыр не пригорел. Ребята, это просто что-то нереальное. Посмотрите, как много здесь мяса, как много соуса. Вот такую лазанью в магазине не купишь. И даже не факт, что в ресторане поешь. А дома приготовить, конечно, не так быстро, но совсем не сложно. Давайте попробуем быстрее. Наверное, это мой любимый ужин. Наверное, я съем вот эту вот запеканку в лазанью. И потом сделаю еще точно такую же. Потому что это очень вкусно. Вы просто не представляете. Сочный фарш в томатном соусе. Соус бешамель нежнейший. Сыр. Это просто. Минец слов. Обязательно поставьте лайк этому рецепту. А еще лучше напишите лайк и комментарий. Подписывайтесь на мой канал. Будем вместе готовить. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok